Под ваши громкие аплодисменты я приглашаю на эту сцену человека, который откроет сегодняшний день, основатель и руководитель компании «Этажи» Эльдар Кусаинов. Громкие аплодисменты! Дорогие друзья, доброе утро! Как у Среля? Я, знаете, вчера посмотрел вечернюю программу и думаю, ну, наверное, мало придут людей. Но нет, все нормально, все хорошо, потому что риелторы, мы такие, мы знаем, как хорошо отдыхать, как хорошо работать. У меня крайне такая непростая задача сегодня в целом рассказать о том, как живет риелторский бизнес, какие у нас вызовы, какие вопросы, какие взаимодействия. Я так понял, у вас вчера уже налоговые попугали, все уже произошло. Вот, и поэтому сейчас начинаем. Тема у меня называется «Что такое хорошо, что такое плохо?». Вы знаете, что традиционно-исторически риелторский бизнес как-то начинался так вот не очень. Почему-то наши, можно сказать, родители, кто в 90-х годах бизнес организовал, оставил такое наследие, которое мы еле-еле все вместе исправили всем миром. На сегодня я это попробую доказать. Риелторский бизнес очень уважаем, туда приходят настоящие профессионалы. И с каждым днем профессия все больше уважения. Все говорят, что справедливо. Ребята, вот знаете, вчера мне так... Ладно, не буду забегать вперед, давайте дальше будем действовать. Несколько трендов, которые на сегодня. Вы знаете, конверсия – это новая нефть. Последовательно за последние годы мы все как-то привыкли жить на бесконечном входящем потоке. То есть это наша какая-то система, которая просто была в основе. И мы так работали. И все развивающиеся рынки это проходят. Мы с вами не первые, не последние. Всегда вначале хочется жить как быстро и сейчас. А потом только мы все понимаем. На самом деле в этой жизни все сложно и долго. И только сложное и долгое дает настоящий долгосрочный результат. Давайте дальше двигаться. Это вот цифры по нашей компании. Я сегодня максимально откровенен и рассказываю все как есть. Я не буду говорить, что у нас все хорошо. У нас есть проблемы и очень много. Но еще больше хорошего. Это у нас конверсия. Видите, она падает. Последовательно падает. Достаточно серьезно. И нет никаких сомнений в том, что это будущий тренд. Почему? Это о чем говорит? О том, что по идее сейчас надо все ресурсы, уже не на входящие потоки компаниям, риэлторам. А как отрабатывать? Что делать? И здесь, знаете, у меня такая внутренний какой-то диссонанс. Потому что очень часто говорят о предпринимательстве. Вот есть все прям на каждом углу. Но при этом, говоря о предпринимательстве, почему-то сразу же в следующей стадии говорит регламенты и стандарты. Правильно? То есть это же несовместимые вещи. Глубоко убежден, что настоящий риэлтор всегда сам знает, как ему здесь и сейчас правильно обслужить клиента. Что надо сделать? Как надо сделать? Почему надо сделать? Он может самые неожиданные вещи какие-то придумать. Поэтому я искренне убежден, что регламенты и стандарты, они не нужны. Понимаете? То есть они только делают жизнь хуже. Это все в гранит переводится. Идут новые технологии, а старые регламенты, которые пишут те, кто никогда в жизни риэлтором не работал, по ним заставляют работать других людей. Понимаете? То есть в моем понимании это странно. Риэлтор это настоящий предприниматель, который знает, что и как делать. Давайте дальше смотреть. Конверсия в продажу тоже падает. Представляете? Да, у нас растут сроки экспозиции. Мы об этом поговорим. Из-за этого растут наши затраты очень сильно в последнее время. И нет никаких сомнений, что это только начало. Я попробую дальше это доказать. Вот. У меня мало времени, поэтому некоторые слайды буду пропускать. Вы все сможете потом посмотреть. Пока просто считываем и соглашаемся, что называется. Вот. Немножко про нас, про общее. Да, я тоже быстро расскажу. Вот. Все-таки риэлторство, как никто, единое пространство какое-то. У нас совместные сделки. Мы постоянно на форумах. Вы знаете, не все ассоциации вот так дружат с друг другом. Как правило, в городе плюс-минус, ну вот хоть раз, хоть два, все с друг другом знакомы. Да, в каждом. Понимаете, у нас почему? Да потому что мы взаимодействуем. У нас живой организм. У нас настоящая профессия. И это редкость. Вы не поверите, мы чуть ли не единственные в этом роде. Все остальные друг друга никогда не видели из одной отрасли. Знать не знают. И нет никаких рейтингов системы и так далее. У нас все наоборот. У нас все прозрачно, публично. В каждом городе, да, благо есть там сервисы, которые это делаются. И это уникальность профессии. Она очень конкурентна. Поэтому здесь мы некоторые моменты на совместной сделке. Компания тоже, безусловно, открывает это поле. Да, мы сейчас планируем через сайт делать все возможности, чтобы любой риэлтор мог быстро сделать совместные сделки. Если какие-то проблемы, звонить на горячую линию. И я думаю, что все компании, мы потихонечку должны в какое-то единое поле формироваться. В единый информационный портал. Об этом дальше поговорим. Многие страны мира решили этот вопрос и, по большому счету, видоизменили рынок. Те страны, которые не смогли объединяться, там рулят другие системы, так это назовем. Поэтому это очень важно. Престижность профессии. Я быстро буду пролистывать. Самый важный вопрос – доступ к государственным ресурсам. Коллеги, вы знаете, нас технично отодвигают. Нам иногда, чтобы что-то получить, нужно в банке, некоторые выписки, скажем так. Нужно платить большие деньги. Хотя мы вместе с другими ведущими компаниями на самом деле проводим огромную работу, чтобы риэлторам был доступ к рост-реестру, к каким-то другим системам информации, к закрытым каким-то данным. Потому что мы на сегодня, на мой взгляд, уже ничем не отличаемся от банков. По уровню надежности нашей, по уровню риэлторов, по открытости, по степени инновации. То есть мы реально полностью доказали. И если говорить, я об этом дальше поговорю, об уровне онлайн-развития, то равных нам в мире нет. Это касается не только какой-то одной компании. Целая плеяда, можно сказать, компаний очень сильные, очень мощные. И налоговые вопросы. Вы знаете, у нас на самом деле остался незамеченный вопрос, что по сути всему риэлторскому бизнесу вменили НДС. Более-менее даже малому-среднему. Это очень серьезный шаг. Он повлияет на отрасль. Он точно приведет к повышению ценообразования. Услуги надо к этому готовиться. И это где-то фундаментально. Но вот у меня лично вызвало такое двоякое чувство. И поэтому нам только предстоит с этим работать. Но я уверен, что ничего страшного в этом нет. Риэлторы всегда положительно на любые изменения приспосабливались к ним. Понимают, как и что делать. Поэтому мне кажется, что тут все нормально у нас будет. И, конечно, условия для наших клиентов. Мы все видим, как год с годом банки признают у нас, застройщики. Все-таки доверяют нам право самого сложного бизнеса. Но нет дыма, нет куда без добра. У нас есть проблемы с вами. Я в прошлый раз вам говорил, что, ребята, мы будем бесконечно тратить много денег, если не перестроимся. Это будет с год от года происходить. Каждый раз мы будем вот так вот всем сообществом возмущаться, говорить, что случилось, ребята, как что происходит. И цены будут расти. Это вот динамика цен на агрегаторы. Реально, правда, за 5 лет незаметно цены резко повысились. Более того, самое страшное, что нам всем надо много подавать. Видите, конверсия снижается. И мы постоянно, постоянно... Вот это я вам такой слайд интересный сделал. Это динамика цен на агрегаторах и стоимость заявки с агрегаторов. Вы видите, как она очень сильно растет. И вот этим синеньким такой линией, это средний доход риелтора. Как мы считаем, в среднем примерно по отрасли. То есть мы видим, что затраты, вроде как они... Тут чуть-чуть масштаб так приведен, интересно. Вроде затраты, они и не растут, но стоимость заявки, понимаете, снижается на одного риелтора очень сильно. Я об этом вот дальше поговорю. И что мы с вами видим? Сначала, что компания должна делать, да? Значит, а происходит вот что. Вот это стоимость заявки на сегодня. Это большие данные. Ну, понятно, что мы все собираем. Вы видите, самые дешевые каналы появляются новые. То есть сайты-агрегаторы чуть ли... Хоть нам и говорят, что они там какие-то дешевые. Нет, они уже достаточно дорогие, понимаете? И дальше будет дорожать. Поэтому развивайте свои сайты. Обязательно свои соцсети. Развивайте офлайн-каналы. Личную работу с клиентом. Это наш должен быть ответ вот этим процессам. Вот смотрите, я тоже тут немножко привел, чтобы рассказать, как и что это происходит. И в каждой компании, даже если это маленькая компания, неважно, большая, средняя, пожалуйста, то есть прям смотрите, какой процент бюджета вы инвестируете. У нас тоже наши цифры озвучил. Если в прошлом году это было примерно 52%, если не ошибаюсь, то в этом году у нас на агрегаторе уже всего 39%. То есть мы последовательно проводим эту политику. И мне кажется, что она верная. И если все агентства присоединятся, при этом ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться. Мы это понимаем. Мы со всеми дружим. Но мы должны проводить независимую свою политику совместно. И где-то понимать, чему все это идет в конечном итоге. И вот тоже видите, как источники обращений. Важный такой слайд, я его специально сделал. Вы знаете, в нашей бизнесе потихонечу деньги отходят на второй, на третий, на четвертый план. Кто-то скажет, да ну не может быть. Не правда это все, да. У нас там исторически, у кого больше денег, тот и правильно мыслит, значит. Нет, ни в коем случае. Смотрите, это вот специально показал. Дискуссии различные ведутся. Это данные дом клика, да. Это доля рынка. Вот. И мы прекрасно видим, что на самом деле что происходит. Данные точные. Можете доверять. Сто процентов. Значит, что вот в какой-то момент времени на самом деле очень хорошо росли все компании, да. Они подрастали, а мы стали терять долю рынка. Коллеги, это правда. Вот красный это мы, синий это самолет плюс, уважаемый. Вот. И другие компании тоже. Но как только покупки закончились, а это произошло где-то вот под Новый год, да. То, в принципе, разрыв-то у нас опять стал увеличиваться, да. И у меня есть такое ощущение, что это, ну, какой-то уже, наверное, вечный процесс, я надеюсь, будет. То есть о чем это говорит? В нашем бизнесе главное там не объем рекламы, да. Главное правильное выстраивание процессов, взаимодействия, внимание к клиенту. И это касается и больших систем, это касается малых систем. Точно так же для риелтера, поверьте на слово, что тот, кто хорошо строит отношения с клиентом, всегда будет побеждать долгосрочно. Значит, это у нас все знают от каждого по способностям, каждому по потребностям, да, это наша коммунистическая фраза. А, допустим, в Китае говорят вот эту фразу, да, от каждого по способностям, каждому по труду. И здесь я хотел поговорить о топ-риелтерах. Вы знаете, у нас в России в целом сформировалось огромное количество талантливых топ-риелтеров. Очень талантливых. Вот мы много исследований делаем, да, я просто не стал сюда все это переводить, но могу сказать одну интересную вещь. Уровень, сколько делают топы в России больше, чем в любой другой стране. Почему? Потому что у нас удивительно сильная вот эта элита, да, можно сказать, риелторская, она очень производительная и продуктивная. То есть и компании должны это ценить и должны тоже со своей стороны чуть-чуть менять подходы. Мы давно в компании, мы, я все знаю, сторонник мерентократии, то есть власть лучших, власть достойных. И поэтому здесь мы тоже, и всем это советую делать, да, то есть ничего не страшного. Мы пошли на реформы, что и проценты стали менять, то есть стали ощутимо больше платить топом, вот, стали чуть там где-то на том же уровне осталось, то непроизводительные. И это будет тренд. Гляди, это тренд, который неизбежен, который будет происходить. Вот, и поэтому здесь очень важный момент, это производительность. Это вот график, за который, если честно, мы бьемся. Мы считаем, что человек силен только тогда, когда регулярно улучшается. Когда он с каждым разом, с каждым годом лучше и лучше. Мы специально смотрели вот этот график, очень сложно постоянно расти. Среднестатистическая в России формула выглядит так. Риелтор достигает пика производительности на 11-13 месяц и потом уже не растет. И диких трудов стоит, вот, поверьте на слово, чтобы вот эта линия была, чуть-чуть хотя бы вверх шла, да, чтобы мы постоянно в чем-то становились лучше. Это такой правильный вопрос. И у себя внимательно тоже, смотрите, составляйте графики, да, в своем городе и смотрите, вот риелтор в среднем у вас там по стажу растет производительность или вы уже, в принципе, в роте превратились, да, который на предыдущих ложах где-то максимально получает результат, не внеся обществу новой добавленной ценности. Вот, это как мы работаем с топ-риелторами, тоже первый раз показываю, да, вот это две силы гравитации так называемые, вот, потому что очень важно удержание топ-риелтора. То есть с помощью этого механизма мы реально резко понизили текучести. Нас, конечно, стимулируют конкуренты, вы все понимаете, у нас очень агрессивная внешняя среда, как мне кажется, и поэтому компании должны именно асимметрично отвечать, не имея, допустим, там, должных финансовых ресурсов. Нужно более теплые отношения выстраивать, где-то уметь делиться доходностью, где-то уметь развивать больше и способствовать лучшей производительности через доп-сервисы. Вот, можете посмотреть там, поизучать. Это вот у нас цифра реально почти в три раза снизилась текучесть. Хотя, казалось бы, при том, как среда становится более агрессивной, но оказывается, это возможно. И одной из тем моих презентаций вообще, что никогда не надо ничего бояться, да, и как бы, что бы ни происходило, вся сила, она внутри. То есть она всегда, атомная энергия, она самая лучшая, самая мощная, да, и поэтому вот эта наша внутренняя энергия риэлторства, она, я потом дальше об этом скажу, она просто уникальна. То есть тут нет никаких сомнений. В телеграм-канале обязательно подписывайтесь, значит, презентацию там выложу свою, вдруг-то там кому неудобно как-то брать. Смотрите, там регулярно пишу. Значит, немножко про рынок. Вот есть такая точка зрения, да, что после 1 июля все превратится в тыкву. Вот. Ну, я с этим не согласен, если честно, да. Вот мое мнение, ну, более-менее все нормально будет, да. То есть потому что в этом вообще нет никаких сомнений. Знаете, я недавно у нас тут внутренний, ну, аналитики и заместитель там готовил презентацию. Вот в Турции ставка по ипотеке 50%. Да. Вот. Они ждут и мечтают, что она станет 30 когда-нибудь. Вот, понимаете. И что вы думаете с рынком случилось? Он упал всего в два раза. То есть при ставке 40, 50%, ну, там почти, рынок упал в два раза всего лишь. То есть ничего страшного не происходит. Поэтому вот наши прогнозы, да, как мы это видим, как мы считаем, что будет. Примерно, чтобы все вот так вот примерно ориентировались. Мы, как правило, всегда угадываем, да. Мы четко понимаем, как у нас уже накоплен опыт, там уже, как говорится, 5-7 кризисов проходили. И понимаем, что сильно, да, третий квартал чуть-чуть там подсядем, но не сильно из серии, что называется. Вот. И еще немного вам статистики общей. Как структура сделок меняется? Я думаю, тоже всем интересно будет, да. Вот у нас сейчас по второму кварталу, это по квартально с 2019 года, да. Мы все видим, синий, все, падает, падает эта вторичка. Вот по второму кварталу, по нашим прогнозам, впервые в истории чуть ли не 50% станет. Зато дикими темпами набирает загородная недвижимость. Вы все видите, да. С 5% в 1-19 уже 27%. Слушайте, ну это революция, если откровенно, да. То есть, я уверен, вы все работаете, видите все это, но тренды, когда их вот так вот на длинный период смотришь, знаете, они иногда просто пугают. Это значит, надо бизнес перестраивать, менять там отделы, функционалы, менять объем рекламы, менять обучение кому что обучать, менять работу там департаментов. То есть, это целые бизнес-процессы. То есть, это очень важно. Значит, и здесь, не буду грузить, посмотрите. Значит, быть умным и красивым, да. Но я думаю, все об этом мечтают. Вот. И это я про что? Это я вообще про обучение, да, в целом. То есть, знаете, по-настоящему важный процесс, мне кажется, это обучение и развитие. Вы знаете, в кризисе первое, на чем жертвует, это обучение. Вас, конечно, это никого не касается, да. А вы за весомые деньги приехали там поработать, отдохнуть. Но, да, кстати, спасибо вам за это, честно. Ведь в России порядка где-то, ну вот по разным оценкам, 200 тысяч риэлторов, то хотя бы раз в квартал сделку делай, да. А приехало только полторы тысячи. Понимаете? Менее, ну все поняли, да, одного процента получается. Вот. Поэтому у вас очень уникальны уже изначально, только из-за этого. Так вот, давайте посмотрим. Это тренды на инвестиции в компаниях. Примерно. 93, вот. И примерно как цифры выглядят, да. Это не риэлторский бизнес, это я по РФ взял в целом. Для большей части блоки для руководителей пойдет. И что мы видим? Что, слушайте, много обучают реально. Слушайте, меняется все. Еще 8-10 лет назад, я помню этот хорошо слайд, ну цифры были в 5-8 раз меньше. Слушайте, все поменялось, идет конкуренция. Люди понимают, управленцы понимают, что безработица все меньше. То есть возможности брать с рынка тоже ограничиваются. Только развитие, в том числе своих лучших людей, будет давать бизнесу добавленную ценность. Все, точка. То есть если вы где-то еще вот в эту сторону не сориентировались, это очень опасно. То есть это меняйтесь срочно. И это касается каждого риэлтора. Если бесконечно делать сделки, со временем конкурент, который развивается, ищет новые, ищет новые технологии, он незаметно будет вас обходить. Значит, это такая внутренняя статистика, немножко посмотрите. Далее. Значит, инновации. Инновации это наше все. Я думаю, на этом форуме, ну очень много говорят про инновации. Я в инновации верю, но еще больше верю в людей. Вот у меня у самого, знаете, сложилось к инновациям такое отношение, какое-то двоякое. Я считаю, оно всего лишь помощь. Они сами по себе, инновации эти почти не работают, технологии в риэлторском бизнесе. И так будет. Вот кто-то считает, что, я, знаете, всегда вспоминаю, и в прошлом, по-моему, говорил, что в 2010 году вывели список умирающих профессий. Там на втором месте были риэлторы. Сказали, в 2020 году точно риэлторов не будет. Вот. Ну и что сейчас? Все нормально. Я дальше покажу, насколько мы крутые. Вот. Поэтому инновации будут нас усиливать. То есть, наоборот, людям все больше нужно, знаете, сервисы различные, онлайн. Людям нужно тот, кто прозрачно, доступно умеет это делать. Давайте так. Вот что мы делаем? Я из того, что всем полезно будет, ладно? Точно, совершенно нужно делать электронные регистрации. Мы уже перешли на даже сделки, которые полного цикла делаем. У нас риэлтор уже не ходит. Все. Он уже по весомой части сделок. Я, по-моему, даже сделал. Нет, это не здесь. Не в той. В общем, уже, по-моему, 8% сделок риэлтор просто никуда не ходит. То есть, он просто в офисе сидит и все. И по банку, и по Росреестру. Все происходит, внимание, без клиента. То есть, не нужен и клиент. Либо биометрия, либо там цифровая подпись, да, идет. Вот. То есть, все. Это будущее. То есть, я искренне теперь считаю, я в этом уже убежден, через 3 года, даже, возможно, через 2, в 27-м году, случаев, когда кто-то приходит на сделку, их не будет, в принципе. Да. Вот. Это уже будущее. Оно сегодня. Темпы очень хорошие. Случаев, когда кто-то входит в банк ипотеку оформлять, и там что-то подписывать, это тоже забудьте об этом. Это все пройдет. Все. Это уже, ну, вчерашний век. Мы сделали прямую интеграцию со Сбером. Да. У нас на сайте прям клиент может зайти, все загрузить, сделать, все, 2 минуты решения. Очень много пользователей. Очень много. То есть, сеть вот синтегрирует, ну, все нормально проходит. Самостоятельная подача дико растет. То есть, это когда продать можно, выставляется, мы риелтора привлекаем, прикрепляем. Все, до 11% дошло. То есть, конверсию уже, то есть, резко наращиваем. В IT это все будет происходить, понимаете, никуда. От этого не. Stories на сайте запустили тоже. Сначала думали, не пойдет. Сейчас у нас каждый уважающий себя риелтор обязательно выставляет stories, да, и получает хорошие отклики. Тоже прекрасный. Сделали компьютерное зрение по планировкам. Все это анализируется, смотрится, считается. В общем, так, даже свой сделали анализ фотографий автоматически. Теперь смотрим, где что не хватает, что плохо. То есть, много тоже во все это инвестируем. И знаете, на мой взгляд, за этим будущее. Но не переживайте, если кто-то что-то говорит, ну, где-то этого нету, да. Слушайте, это все будет куча сервисов. Вокруг риелторов сейчас сформируется огромное количество сервисов. Понимаете? То есть, не только агрегаторы, все. Даже форум недвижимости движения. Это сервис вокруг риелторов в том числе. Правильно? То есть, и все больше и больше будут на этом делать бизнес, выстраивать коммуникации. И вот тут нужно быть очень аккуратным. Много по миру путешествий. Есть большой процент стран, где вот эти сервисы, всю эту маржу. Сейчас я об этом дальше вам поговорю. Кстати, у нас 2 миллиона скачиваний в мобильном приложении. Это очень крутой результат, поверьте на слово. То есть, мы к этому шли долго. Когда начинали, никто не верил. Но на сегодня реально у 2 миллионов человек стоят наши приложения. Для агентства недвижимости это, по-моему, в тройки в мире входим по этому показателю. То есть, это на самом деле круто. Значит, старость, не радость. У нас есть проблемы с вами. Мы все стареем. Как говорится, годы уже не те. Это не только наша проблема. Многие отрасли незаметно стареют. Знаете, раз посмотрел, у вас уже дети взрослые. Что происходит? Это данные по компании этажи. Значит, это средний возраст клиента и средний возраст риэлтора-партнера. То есть, видите, все сошлось. Рано или поздно всегда все сходится в этой жизни. Вот. Поэтому вот так получилось. То есть, незаметно, слушайте, клиент молодел очень сильно. Смотрел другие отрасли. Это мы одна из самых отраслей. Не самая, но одна из самых, где клиент так молодеет. А это о чем говорит? А это другие коммуникации. Это взаимодействие. Это там чат технологии и так далее. То есть, это совершенно другие подходы. Это просто другой мир. Мы же незаметно. Вот нам уже там, видите, 37. Ну, в смысле, вот средний возраст. А пройдет какое-то время, так же незаметно. Допустим, кто не знает, США, думайте, до какой стадии постарел? Какой средний возраст риэлтора? Давайте хоть с вами пообщаюсь. Кто угадает? 48? 50? Кто больше? Кто меньше? 55. 58 лет. Средний возраст риэлторов США, понимаете? Все. Так что мы с вами все еще в расцвете сил. Вот. Давайте дальше двигаться. Это вот, ну, этот, посмотрите. Значит, труд стали ценить по-настоящему. Вы знаете, вот труд, он становится другим. У нас очень растет конкурентная среда. Вы знаете, у нас в последнее время частые случаи, объективно, чаще, чем раньше, когда риэлтор перестает быть риэлтором и уходит, ну, в какую-то другую сферу. То есть, если раньше, допустим, ну, как у нас было, что просто могли в другую агентство уходить, сейчас таких случаев уже минимально, но уходит в другую сферу. Мы где-то, где-то, на мой субъективный взгляд, начинаем чуть проигрывать эту конкуренцию. Я считаю, надо прямо об этом говорить. Почему? Потому что средний уровень доходов, я, по-моему, там готовил. Ну, вот, ладно. В общем, потому что средний уровень доходов реально начинает падать в этом году. И все-таки в конце 2024-го, в следующем году, точно не возрастет и еще будет падать на одного риэлтора. То есть, у нас серьезный с вами вызов. Я немножко тоже подготовил. Вот смотрите, это рост доходов и как примерно все это соотносится. Пока было все нормально. Да, к 2019 году. Единственное, что очень сильно возросли расходы риэлтора. Понимаете? То есть, рост доходов не такой большой, как расходов. Это проблема. Вот смотрите, вот структура примерная, которая была в 2019 году и была в 2024 году. Коллеги, это ужасная правда. То есть, это ужасно. Это наши среднесвестические данные, ну, в целом по России, как мы считаем, да. Значит, реально, риэлтор реально стал получать, ну, не так много, как все думают, а потому что очень много затрат на части. Вот посмотрите, средний расход на рекламу был 4000 рублей, сейчас 14, грубо говоря. Вот. Это очень серьезные вещи. И мы это должны тоже понимать. Мы вот должны биться буквально за каждый рубль. Понимаете? Наступает вот эра такого бережливого, мощного подхода ко всем этим процессам. Значит, потребность профессионала. Здесь, конечно, дальше если двигаться, то я сейчас хотел так глобально порассуждать. Думал, если время останется, время осталось, все нормально. Вот смотрите, давайте посмотрим в будущее, да. Риэлторство лет через 10, какое оно? На следующий доклад, я так понимаю, будет на эту тему. Я хотел так немножко задаться этим вопросом. То есть, а для того, чтобы понять, надо оглянуться лет 10 назад, потому что так мозг лучше понимает, какие изменения возможны. Оглянемся в 2014 год. Что тогда было? То есть, тогда много чего не было. Начнем с этого. Дом Клик только зарождался. Еще в Росреестре не было никаких регистраций. Значит, объявления и Авито, и Циан, все-все принимали. Большинство бесплатно. Пожалуйста, только подайтесь. На все согласны. Не надо ни за что платить. Выгружайте сколько хотите. Всего и вся. В основном был бумажный документооборот у нас. Не было такого общения в чатах. Правильно? То есть, смотрите, как все резко, быстро поменялось. Средний срок регистрации, по-моему, месяц был. Все это помнят. Смотрите, как незаметно общество двинулось вперед. А поэтому, смотря, что будет через 10 лет вперед, циклы будут только увеличиваться. Понимаете? То есть, вот эти циклы развития, они будут ускоряться. Все происходит по спирали, но скорость постоянно увеличивается. Поэтому мой прогноз такой, что современный риэлтор совершенно точно в трех аспектах, как минимум, не остановится. То есть, первое, это самообразование. То есть, только там будут большие деньги. Безусловно. Поверьте, в конечном итоге уровень ваших доходов зависит в первую очередь от того, как вы развиваетесь, обучаетесь. Это сложно, это долго. Но только так и надо. И не буду сейчас большие дискуссии разводить на тему, за что там платят клиенты. Я думаю, что каждый сам понимает, за что он берет деньги. Но, тем не менее. Второе. Всегда будет очень важна клиентская база. Берегите свою клиентскую базу. Я всегда всем говорю. Мы к ней относимся, как к неактиву. Наш главный актив с вами и каждого из вас, это ваши клиенты. Всегда их берегите. Всегда их, они все должны быть у вас. Старайтесь выстраивать с ними отношения. Вот это второе, куда уйдет рынок. Потому что, кто будет понимать, тот и будет впереди. И третье. Нужно будет обладать хорошими технологиями. То есть, помимо всего-всего, мы видим, мир пошел в эту сторону. И именно по этой причине, смотрите, крупные компании растут. Правильно? Потому что они инвестируют туда. Почему немножко компании, которым чуть маленькие, у нас все знают. В России средний размер агентства недвижимости 9 человек. Всего лишь. Кто не знает, в мире цифра 8. В мире в среднем размер агентства недвижимости 8 человек. В России 9. И то из-за того, что, наверное, есть две большие компании. Вот. И, наверное, если так все это внимательно проанализировать, то что-то будет происходить. Как-то будет все это меняться. Вот самый главный слайд, который, как мне кажется, я его всегда показываю. Потому что я глубоко убежден, что это такая главная сила системы, доказывающая, что мы в итоге делаем. Знаете, у нас же очень часто любят говорить слова. Вот смотрите, это реальная ситуация. Мы опять в этом году, сейчас это уже очевидно, повысим проникновение риотских услуг. Представляете? Нам в 2010, грубо говоря, говорили, что у нас бизнес уничтожится. А смотрите, что мы в хорошем смысле слова вытворяем. Все вместе. То есть мы уже, вон, такие цифры показываем. А почему? Никто никогда не задумывался. Потому что мы очень конкурентны. Нам клиент платит только тогда, когда мы ему оказали услугу. Чувствуете, да? То есть у нас нет никакой монополии. Нет никаких админресурсов. Нас воспринимают, вот как риелторское сообщество. Кто с нами пользовался нашей услугой, к нам возвращается. Поверьте, мы видим на очень больших цифрах, не в какие-то другие системы идут, а в следующий раз придут к риелтору. И вот это, наверное, такое очень важное достижение. И следующий компонент, самый последний, один из самых последних. Значит, это риелтори крупнейших европейских и американских агентств по числу сделок за год, за 23-й год. Вот. Мы все видим, что историческое событие. Сразу же две компании с России вошли в число 10 лучших, по нашим данным. Мы на шестом месте, получается. Самолет плюс на десятом. Это очень круто, на самом деле. Давайте похлопаем. Это прям мощно, поверьте. Знаете, это говорит о том, что это возможно. Если правильная, здоровая конкуренция на рынке, которая всем делает только хорошо, которая создает новые технологии, сервисы, где все участники рынка уважают друг друга, вместе ищут что-то новое, это дает результат. Это, конечно, в тысячах сделок, да, то есть, безусловно. И наша цель какая должна быть, чтобы первое и второе место занимали компании из России. Правильно? Так, у меня, знаете, выступление потихонечку подходит к концу. Время осталось, круто, буквально 5 минут, да. Смотрите, хотел немножко еще поговорить о таких вечных вещах, как в целом настрой на работу. Знаете, я историю хотел рассказать. 2002 год, приезжает один очень талантливый риэлтор, и я его собрал всех, выступает. Мне тогда было, сколько, 2002 год, было 22 года, да. И говорит, что думаете, что самое главное в риэлторском бизнесе? Все такие, не знаю, что самое главное. То есть, он говорит, запомните, раз и навсегда, в риэлторском бизнесе самое главное настрой. Вот, потому что если ты настроен, если ты заряжен, если ты веришь, что все нормально, да, клиенты, понимаете, они сами к нам идут. Я вам честно говорю. Я не любитель там Чумака и Кашпировского, да. Вот. Но, безусловно, что-то в этом есть. Да, поэтому самая первая задача риэлтора сначала разобраться внутри и руководителя. И глубинно понимать, что драйвит, от чего интерес, какие цели, какие амбиции, как это, ну, можно постоянно развивать, да. И команда должна быть такой же. Вы знаете, все лучшие команды, они с удивительной энергией. То есть, с мощью такой. И когда иногда приходишь в другие системы, там этого нет. Понимаете, то есть, там этого нет. Я же много где бываю, выступаю. Вот именно риэлторская стезя, она как-то вот формирует вот эту вот мощь какую-то, да. Поэтому нет никаких сомнений в том, что мы с вами на отличном рынке, раз, в отличной, замечательной стране. Кстати, кто не понял, это футболка сборной России по футболу. Вот. И, конечно, потому что, ну, слушайте, вот, это не какая-то жесткая, это сборная России по футболу. Вот, потому что, потому что потому. Второе, мы, да, в замечательной стране. Третье, мы работаем в очень, в хорошем окружении. Нам повезло, у нас очень крупные системы банки, застройщики рядом с нами, госорганы. Понимаете, мы всегда будем находиться такие вот в правильном окружении. И всегда надо это тоже ценить. Потому что мы с вами продаем на очень большие деньги недвижимости. Вот для понимания, в этом году мы примерно считаем, что все риелторы России суммарно продадут примерно на 15 триллионов рублей. Да, представляете, какая это большая цифра? 15 триллионов рублей. Ну, просто для понимания, бюджет России где-то в районе 43. Да, то есть, вот, представляете, каким мы сферой бизнеса участвуем очень напрямую, взаимодействуем. И настолько это важный вопрос. Поэтому, вот, все это меня лично убеждает в том, что мы выбрали правильное направление. Мы будем дальше развиваться, добиваться новых вершин. Вместе все будет хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ